Время идёт невероятно быстро, ровно неделю осталось до выхода обновления Ограбления Кайо Перека для GTA Online. Не стоит забывать, что уже через два дня мир увидит долгожданный киберпанк и вследствие этого складывается вопрос, что вообще будет происходить между этими двумя играми. Да, они абсолютно разные, но в тот же момент во многом похожи, как бы это странно ни звучало. Сегодня попытаемся разобраться в этом вопросе, а также затронем некоторые новые подробности декабрьского DLC. К вам, кстати, будет одна небольшая просьба, подпишитесь на канал. Недавно зашёл в статистику и обалдел от того факта, что 60% зрителей смотрят ролики без подписки. И, честно говоря, это не круто. Лучшая подготовка к обновлению — это набор «Всё за 700» в моей группе по прокачке. Любое количество денег, любой уровень и полная накрутка персонажа со 100% гарантией от бана. Переходи, заказывай, пока набор не подорожал. Предлагаю начать с самого интересного — это что же всё-таки произойдёт с GTA Online после выхода долгожданного Киберпанка. Своё мнение на этот счёт высказал один из пользователей на сайте GTA Forums. За 7 лет мультиплеер GTA 5 повидал многое. Вышло несколько десятков крупных обновлений, кто-то уходил из игры, кто-то наоборот возвращался, поэтому недооценивать GTA Online точно не стоит. Как мне кажется, для Rockstar это не соперничество. Люди будут играть и наслаждаться Киберпанком 2077, а затем всё равно рано или поздно вернутся в мультиплеер 5 и GTA. Ведь на протяжении 7 лет не раз выходила куча крупных игр, и все они абсолютно никак не повлияли на GTA Online. А Rockstar это понимают и даже не беспокоятся. Суть в том, что это две разные игры, пытающиеся делать разные вещи. И хотя на первый взгляд они могут иметь какие-то сходства, ни одна из них не может заменить другую. Они будут существовать бок о бок, никоим образом не вредят друг другу. И честно говоря, я с этим парнем полностью согласен, лучше и не скажешь. Но вот у датамайнера Тестфанса есть немного иное мнение по этому поводу. Я согласен с несколькими моментами, но всё же считаю, что GTA Online всё равно будет затронута с точки зрения бизнеса. Киберпанк 2077 это новый ААА проект, который также является самой ожидаемой игрой. Он определённо повлияет на попытку Rockstar привлечь новых игроков, что является ключевым пунктом, который стимулирует продажи и доходы от этой игры. Праздничный сезон для разработчиков это скорее сезон по привлечению максимального количества новых игроков. Именно поэтому, вероятно, все важные анонсы и релизы запланированы на декабрь. Red Dead Online уже провалилась, и если Киберпанк 2077 каким-то образом повлияет на GTA Online, это может придать некоторый смысл. Ты кто в пользу прислушивания к сообществу, вместо того, чтобы без конца дойти GTA Online и слишком полагаться на привлечение новых игроков. На самом деле тоже всё по делу, Тесфанс расписал всё довольно досконально и не согласиться с ним сложно. А Rockstar и вправду будут максимально активно стремиться привлечь GTA Online новых игроков, потому что, как ни крути, с точки зрения бизнеса, Киберпанк всё же может нанести какой-никакой урон доходам от мультиплеера 5-й GTA. Далее я решил покопаться на форуме ещё немного глубже и обнаружил вот такое вот мнение от одного чувачка. Мне кажется, на этот раз Rockstar объявили об обновлении слишком рано. Новость о мёртвом парне на пляже едва дошла до нас, и мы мгновенно получили загадочное видео, а на следующий день Rockstar вообще выпустили сразу трейлер. Но что же дальше? Две недели ничего. Почему они просто не добавляли каждую неделю по мини-намёку, а сразу за целый месяц до апдейта решили раскрыть все карты? Как бы я с нетерпением ждал этого обновления, но теперь, когда всё раскрыто, я потерял своё ожидание. И вот что по этому поводу ответил DataMinerTestFans. Некоторое время я тоже задавался этим вопросом, но забавная вещь в загадочном тизере с трупом на пляже заключается в том, что он был раскрыт в тот день, когда должен был выйти Cyberpunk, если бы его снова не перенесли на декабрь, то есть 19 ноября. Получается, Rockstar подстраивались именно под Cyberpunk, дабы он своим хайпом не затмил GTA Online. Rockstar как бы заранее дали понять, что Cyberpunk это, конечно, хорошо, но у нас тоже готовится ни много ни мало самая крупная DLC в истории, поэтому держите это в голове. Ну и не отходя от темы, учитывая, что бонус на неделе заканчивается 9 числа, мы должны получить новости об обновлении 10 числа, независимо от запуска Cyberpunk 2077. Получается, Rockstar вообще не парится насчёт конкуренции, и вот что по этому поводу ответил Тестфанс. Я думаю, им не всё равно, потому что это очевидно маркетинг, но они, к сожалению, ничего не могут с этим поделать. Я уверен, что мы не получили бы такой ранний анонс апдейта, если бы Cyberpunk был выпущен, ну допустим, в ноябре. Анонс DLC, как обычно, был бы релизнут в начале декабря, и с этим тяжело не согласиться. Уж слишком огромный хайп вокруг Cyberpunk, и Rockstar всё сделали правильно, что заанонсили апдейт за целый месяц до его релиза. И да, 10 числа, в день релиза Cyberpunk, действительно должно выйти что-то новое от Rockstar, связанное с обновлением. Возможно, полноценный трейлер, возможно, скриншоты, возможно, ещё что-то. В общем, поживём-уведем, благо осталось ждать совсем чуть-чуть. Ну и теперь, конкретно, что касается обновления. Если зайти на сайт Steam Database, то можно увидеть, что ветвь QA Beta 2 всё ещё регулярно обновляется. Обычно это прекращается примерно за две недели до выпуска обновления. Один парень на сайте GTA Forum сказал, что интуитивно это заставляет его предположить, что Rockstar до сих пор добавляют в апдейт массу новых вещей, помимо самого очевидного, это острого. Но Тесфанс, недолго думая, ответил этому пареньку, не, я считаю, что на этот раз QA Beta 2 действительно обновляется автоматизировано. На самом деле, это не означает ничего ценного. Ну и напоследок оставил для вас два концепта, которых я нашёл на ютубе, как будет происходить перемещение на новый остров Кайоперика. Ссылочки на авторов видосов, естественно, в описании. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом у меня всё, если вы новичок на канале, обязательно подписывайтесь. Контента много, а тут вы явно не заскучаете. И, кстати, напоминаю, что у вас осталась ровно неделя, чтобы закупиться прокачкой, ибо потом, после выхода апдейта, первые несколько дней, а то и недель, накрутка работать не будет. Ну а я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok